Скрепер землеройно-транспортная машина, производящая копание грунта, транспортировку его на значительное расстояние к месту разгрузки, разгрузку, планировку и уплотнение отсыпанного грунта. Емкость ковша некоторых скреперов достигает 40-50 кубометров. При транспортировке по плохо подготовленной дороге уменьшается скорость движения машин и возникают большие потери грунта. Поэтому для производительной работы скреперов требуются хорошо подготовленные дороги, позволяющие развивать большие скорости. Наиболее выгодное расстояние для перемещения грунта самоходными скреперами от 500 до 1500 метров. Для зарезания грунта требуется гораздо большая тяга, чем для перевозки его. Поэтому заполнение ковша рекомендуется производить с помощью толкача, обслуживающего несколько машин. В тяжелых условиях применяют два или даже три толкача на каждый скрепер. Процесс зарезания грунта и заполнения им ковша можно разделить на три стадии. Первая стадия. Ковш опущен, заслонка поднята. Грунт движется по ножу и дну ковша к задней стенке ковша. Вторая стадия. Перед ковшом накапливается валик грунта, призма волочения. Она мешает новым поступлениям и увеличивает сопротивление. Третья стадия. Поднявшийся по стенке грунт начинает ссыпаться вперед на заслонку. Немаловажное влияние на величину сопротивления к копанию оказывает ширина щели. При очень малой ее величине растет призма волочения и увеличивается сопротивление к копанию. Время заполнения ковша также увеличивается. При очень широкой щели стружка получается слишком толстой, и движение ее в ковш затрудняется. К тому же тяговые усилия скрепера оказываются уже недостаточными. И лишь при оптимальной для каждого грунта щели достигается наиболее быстрое движение сплошной стружки и полная загрузка ковша. При выработке связных влажных грунтов создается плотная стружка, которая поднимается, не разваливаясь. При измолочении перед ковшом мало разрастается. Такие грунты позволяют достичь максимальной производительности машин. В песчаных грунтах стружка при заполнении ковша рассыпается и мешает продвижению новых поступлений. Поэтому в песчаных грунтах производительность скреперов уменьшается. Для увеличения усилия зарезания разработку грунта следует производить под уклон. Работа скрепера на подъем не рекомендуется. Угол наклона допускается не более 30 градусов. Нахождение машины на более крутых склонах запрещается. Скрепер тяжелая машина. Из-за угрозы обрушения откосов скреперы не должны подходить к бровке в выемке ближе полуметра. И к бровке насыпи ближе одного метра. Организация земляных работ может осуществляться по различным схемам движения машин. Простейшая из них эллиптическая. Недостатком этой схемы является необходимость совершать четыре поворота машины на каждый цикл. Более эффективна работа по схеме восьмерка. Когда на каждый цикл приходится только два поворота. Но она применяется лишь при достаточно длинной выемке. Разновидностью восьмерки является схема зигзаг. Особенно удобная при возведении насыпи из длинных односторонних резервов. За счет сокращения потерь времени на поворотах достигается существенное увеличение производительности машин. При разработке выемки с отсыпкой в двухсторонние кавальеры применяется поперечно-челночная схема с разгрузкой поперек возвышенности. Когда создается насыпь из длинных двухсторонних возвышенностей, то применяется сквозная эллиптическая схема, при которой на каждый цикл приходится подого поворота скрепера. При возведении насыпи с разработкой двухсторонних резервов целесообразнее продольно-челночная схема. Набор грунта и разгрузка производится при движении скрепера вдоль оси земляного сооружения. Когда возводится насыпь из двухсторонних резервов, можно применить также и продольно-спиральную схему. Ее преимущество в том, что она допускает повороты по дуге большего радиуса. Но эта схема применяется лишь при достаточно широкой насыпи, так как отсыпка грунта происходит поперек полотна. Важным направлением увеличения производительности машин является усовершенствование рабочего органа, то есть ковша. Элеваторное устройство способствует уменьшению тягового усилия и более полной загрузки ковша, но усложняет конструкцию. Такая машина применяется там, где скрепер работает без толкача. Телескопический ковш отличается еще лучшим заполнением при меньшем тяговом усилии. Так же, как подобный ему многощелевой ковш. И, наконец, предлагаются новые технологические приемы, например, аэрация грунта, то есть разрыхление его мощной струей воздуха под давлением в 5-6 атмосфер. Или, например, взрывная загрузка ковша. Осуществление всех этих мер может дать весьма значительное увеличение производительности машин. Продолжение следует...